Жить полноценной жизнью, такую возможность подарили одному из своих пациентов врачи областного урнефрологического центра. Несколько лет назад они провели уникальную операцию по реконструкции отсутствовавшего у больного мочевого пузыря. Результаты, как говорят специалисты, предназначили все ожидания. За прошедшее время у мужчины не возникло никаких осложнений. Более того, сейчас он задумывается о создании семьи, о чем раньше не мог и мечтать. Специфика операции требует регулярных обследований, на которые бывший пациент приезжает в Волжский. Во время одного из таких визитов с ним познакомился наш корреспондент Станислав Лопатин. Более пяти лет назад в урнефрологический центр в Волжском обратился житель одного из волгоградских сел, у которого с рождения экстрофия мочевого пузыря. Другими словами, его отсутствие. За свою жизнь человек перенес несколько операций, но безуспешно. Волжские врачи понимали сложность нового хирургического вмешательства. При такой аномалии проще работать с детским организмом, а здесь пациенту за 30, да к тому же у него инфекционные осложнения. Однако после консультации с ведущими специалистами российских и мировых клиник больному все-таки была проведена реконструктивно-пластическая операция. Конечно, это было сопряжено с большим риском, но тем не менее другого выхода не было. И мы там, конечно, прикритим самых разных мощных антибиотиков. Мы вот создали частично, использовали во всяком случае синтетические материалы. И не просто, так сказать, сформировали искусственный мочевой пузырь, то есть континентный резервуар, но и сделали пластику передней брюшной стенки. Вообще, говорят врачи, это чудо, что человек с такой аномалией прожил столько лет. Обычно эти люди погибают от инфекций и почечной недостаточности. К тому же их жизнь полна страданий, да и фактически существовать им приходится по понятным причинам в пределах ванной комнаты. Для пациента, которому операцию сделали волжские врачи, теперь это все позади. Насколько сильно изменилась ваша жизнь? Намного изменилась. Изменилась в лучшую сторону. Раньше я плохо ходил, боли были арские. Как тут сделали операцию, намного легче стало. Опасались, конечно, врачи, что может быть какое-то и предупреждали, если что не так будет, чтобы обращался и приезжал срочно к ним. Но пока за пять лет не пришлось так экстренно сюда приезжать. Мы не показываем лицо этого человека, ведь для него, можно сказать, началась новая жизнь. Он уже думает о том, как устроиться на работу и даже намерен жениться. Продолжая наблюдаться у специалистов, пациент в очередной раз приехал в центр. Проверка показала нормальную работу искусственно созданного органа. Это настоящий успех, считают врачи. Ведь опыт подобных операций в мире невелик. В нашем центре мы сделали такую операцию впервые. Ну и вообще, я повторюсь, очень мало клиник, которые такие операции выполняли. Ну, первое, потому что мало таких пациентов. Ну и, конечно, операция сама по себе непростая. И опыт даже у ведущих клиник, ну, например, вот у клиники МАИО в Соединенных Штатах, это одна из ведущих клиник, опыт наблюдения таких больных, по-моему, четверо. Оранифрологический центр в Волжском функционирует с 2004 года. Но, как отмечает его руководитель, темпы деятельности нарастают. Тому подтверждение успешно проведенная реконструктивно-пластическая операция мочевого пузыря у взрослого человека. О чем волжские врачи собираются рассказать на ближайшем международном медицинском форуме. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.